Вислер – самый известный и большой горнолыжный курорт Северной Америки. Живописное местечко, но единственная дорога Вислер из Ванкувера – это хайвей номер 99, или трасса номер 99, 200 километров пейзажного драйва. Дорога тоже известна миру как одной из самых живописных трасс мира. Вот это шоссе также называли когда-то шоссе смерти. Большой рейтинг аварий происходил на этой сказочной дороге. Говорят, водитель теряет дыхание или сознание от этой потрясающей красоты пейзажа. На самом деле дорога потрясающе красива в любое время года. Прошли годы, но каждый раз, когда я еду в Вислер, меня очаровывает эта дорога снова и снова. Мне кажется, к этому никогда не привыкнешь. Канадцы молодцы. Они ухаживают за своими дорогами, впрочем, как и за всем, что имеется в стране. Дороги очень ухоженные и всегда происходит ремонт в случае маленькой такой поломки, там чего-то. То есть никогда не встает трафик из-за каких-то технических проблем. И все это разрешается очень быстро. Во время Олимпиады эту дорогу тоже как бы расширили и провели множество работ. Потому что раньше была линия одна, теперь у нас их две. Аварий стало происходить намного меньше и дорогу как бы уже не называют дорогой смерти. Дорога эта еще называется красивым именем Sea to Sky, море в небо. Действительно, ты как будто бы взлетаешь по этой дороге и несешься среди облаков. И, как я уже сказала, в любое время года эта дорога всегда живописная. И такое имеет сказочное романтическое влияние на человека. И на меня и моего мужа мы любим красоту природы, мы очень ценим эти вещи. Оказались, мы застряли. Нам только что по радио передали, что только что на эту дорогу произошел серьезный эксцидент, серьезная авария. И те, кто решил поехать в Вислер, плохая идея. И многие с нашей линии начали поворачивать домой. Но у нас нет выбора, мы будем до конца сидеть. Мы не хотим отказываться от этой проблемы. Из-за аварии мы потеряли целый час по дороге в Вислер. И сейчас мы медленно продвигаемся в этой пробке. Обратность уже здесь не свернешь. Пока мы медленно продвигались, мимо нас проехало несколько машин скорой помощи на место происшествия. Здесь очень оперативно расчищаются дороги после эксцидентов, после аварии. И даже если они как-то ремонтируют дороги, все очень сделано профессионально. Пожарная помощь или пожарный сервис, они обычно вызываются на любые происшествия. Как видите, сейчас здесь у нас и полиция, и пожарная машина с пожарниками. Как видите, один из пожарников заметил, что я снимаю, и дает мне сигнал прекратить съемку. Но я автоматически не сработала у меня, и я так и осталась с камерой. И вот мы засняли печальный сюжет катастрофы. Как видите, на сцене происшествия не было уже пострадавших и погибших при аварии. И осталась всего лишь одна машина. Как я говорила ранее, здесь очень оперативно все это расчищается после инцидентов. И скорая помощь прибывает очень и очень быстро. Хорошо развита эта сеть, и скорая помощь приезжает в пределах пяти минут после вызова. Это большая трагедия, и быть свидетелем этого нелегко. Но жизнь продолжается, и мы продолжаем наш путь в Вислер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!